СВЕРШИЛОСЬ! ВНЕСЛИ КРЕМЛЁВСКИЕ В УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ С ПОПРАВКАМИ В КОНСТИТУЦИЮ САМУЮ ГЛАВНУЮ! О том, что Путин, благодаря тем поправкам, обнулится и сможет в 24-м, а затем и в 30-м годах снова выдвигать свою кандидатуру на царственный пост, а то как-то некрасиво оно выглядело. Чё только туда не вписали, но вот ради чего вся эта сказка затевалась, забыли что ли в рисовать а может умышленно замолчать собирались, хотя вроде ведь уже и дату голосования даже назначили. Под это дело всех больных коронавирусом срочно вылечили, победили, так сказать, страшный недуг, ага, причём забавно так, ещё пару недель назад мы были третьими в мире по числу заболевших, а как дату назначили, люди резко выздоравливать начали, хворь испугалась, отступила, но да не об этом сейчас, теперь хотя бы халуи признались, что среди прочего о росказне о мороте, пенсионном возрасте и остального, будь-то бы, социального бреда, закралась и дядя Вова, мы с тобой, интересно, к слову, как пропагандисты это дело сейчас освещать станут, как будут пытаться выборачиваться, сколько коробов наврут и как он и обоснует, в общем, будем посмотреть и начинаем. Для начала анекдот хочу рассказать, народ сложил, свеженький, сидит ворона на суку, держит в клюве сыр и мимо бежит лиса, о, ворона, а сама на вкусняшку облизывается, слушай, голосовать за поправки пойдёшь, да, отвечает ворона, сыр, естественно, падает, лиса его хватает, убегает, ворона сидит, размышляет, не понимая, впрочем, что её только что поимели, от я дура, может, надо было сказать нет? К чему я это? Вы знаете мою позицию по поводу любого голосования, я всегда придерживался точки зрения, если голосование объявлено, значит, надо идти, потому что плохую власть избирают хорошие люди, которые не участвуют в политических процессах, но не в этот раз, господа. Считаю, что в данной вакханалии, которую предлагают нам 1 июля, участвовать нельзя. Почему? Да потому что всё это фарс и обман на каждом шагу, причём нет там ни одной поправки, которая бы сделала жизнь россиян лучше. Более того, в этой истории нам врали с самого начала, как сказал выше, даже на самом высоком уровне. Итак, предлагаю просто проанализировать ситуацию. 20 лет. Владимир Владимирович говорил, что ни при каких обстоятельствах не станет менять основополагающий российский закон. Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день. И вот 15 января сего года вдруг передумал. Ну, кое-что поменяем, сказал, не пугайтесь, этот будут несущественные поправки. Менять, кстати, будем посредством референдума. Ага, уже очень скоро мы все узнали, что поправки стали такими существенными, что у нас новая конституция получилась, а значит, она обнуляет всё то, что было до её принятия, включая президентские сроки Его Величества. А ещё мы узнали, что никакого референдума никто проводить не собирается. Памфилова рассказала, что это будет какая-то уникальная разовая акция, которая, к слову, не предусмотрена ни одним законом. Ещё через какое-то время выяснилось, что уже до голосования, которое запланировали сперва на 22 апреля и перенесли в итоге на 1 июля, так вот ещё в марте проект новой конституции был одобрен Госдумой и Советом Федерации. После подписан самим президентом, глава ЦИК заявляла, «Поправки приняты и легитимны, то есть смысла в будущем голосовании нет, от нас ничего не зависит, это ли не обман». Откровенно жгут с каждым днём всё более и более, превращая это событие в самый настоящий абсурд, политический абсурд. За ним, конечно, скрываются очень печальные последствия, социальные, политические, экономические, и, конечно же, в первую очередь мы должны говорить о истинной причине именно узурпации власти президентом Путиным. А это реальная журналистика. Как чиновники ЦИК превратили демократию в цирк? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Дорогие друзья, я нечасто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети, дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остаётся фактом. Они уже есть, их огромное количество. А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать, какие шаги необходимо предпринимать, родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок, придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме, и только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали, это ранняя помощь. То есть, делились опытом наши иностранные коллеги. Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения, появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства. Виной тому кризис в том числе. Никого ни к чему не призываю, но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. Разумеется, что у многих из вас возникает вполне резонный вопрос. Раз уже все решено, для чего же тогда нас усердно зовут принять участие в этом голосовании, вызывая в том числе негативную реакцию людей, даже желание начать бунтовать, дым чихать. Им нужна видимость, легитимность и красивая телевизионная картинка для Запада. Там все чаще поговаривают об узурпации власти нашими правителями. Об установлении диктаторского режима и великой и могучей. А так, картинку замурской общественности покажут. Мол, вот, люди сами не хотят отпускать дядю Вову. Мечтают, чтобы он остался пожизненно. Похожие сценарии в свое время проворачивали в странах бывшего СНГ. В Азербайджане, например, Чита Алиевых уже 50 лет у руля. С начала 70-х балл правил папаша, сейчас сынуля в Таджикистане. Рахмон еще в нулевые себя пожизненным объявил. Но Зарбаева давайте вспомним. Просто старость человека начала пожирать. Вот он и отошел в сторону, посадив на хозяйство своего вассала, как когда-то Борис Николаевич. Ну и в странах СНГ хорошо живут, да еще хуже, чем мы. Болт без соли доедают. Коррупция чудовищная. Социальное расслоение ужасное. Сверхбогатые и сверхбедные. Другой прослойки нет. Мы хотим пойти тем же путем. Где поправка о собственности людей на недра? О распределении, справедливом распределении средств от продажи недр? Нету. Где поправка о запрете на владение недвижимостью за границей правительству? Правительству, сенаторам, депутатам? Ее предлагали. Но ее отклонили. А сами эти поправки вы вообще читали? Я сейчас не про ту пургу, о которой в ящике вам рассказывают проплаченные артисты, спортсмены, общественники. Мол, статус русского языка повысится, борьба с геями начнется, расширятся полномочия Госдумы и бла-бла-бла. Это все для дурачков. А есть там еще такая поправка, например, как назначение судей президентом и чиновниками на местах, которые автоматом превращают независимую судебную ветвь власти в подконтрольного деревянного солдата Урфина Джуса. Как думаете, сможет ли такой назначенный судья судить, скажем, вороватого губернатора или депутата? Они ведь его назначили. Они начальники для него. Есть так точно. Разрешите метнуться. Вот таким станет наш суд. Сейчас-то справедливости там не найти. А когда судьи начнут подчиняться чинушам, или еще одна поправка, сенаторов в Совет Федерации пожизненно избирать будем. А, вы, наверное, не знаете даже, чем эти сенаторы занимаются, по какому принципу тот софет формируется, рассказываю. Изначально этот орган задумывался как представительский. Туда направляли представителей территорий, по два человека от каждого региона. И вот сенаторы защищали в парламенте интересы этих территорий. То есть избрался человек, например, от Самарской области или от Хабаровского края. Вот он бьется там за эту свою область, край. У нас дорог нет в деревню Кузяевка, например. Дайте денег. А у нас аэропорт нуждается в ремонте. Ну и так далее. Сейчас, правда, все извратили. Члены сената превратились в обычных бездельников. Вот кто из вас знает, из какого региона избирался Клишас? Я знаю от Красноярского края. А сколько раз Клишаса видели в том Красноярске? За последний год, по-моему, ни разу. Или сенатор Нарусова, мама Ксюши Собчак. Делегировали ее от республики Тыва. Живет, правда, в Питере, на работу ездит в Москву. Какую заботу этот человек сможет проявить о жителях Тывы? Она хоть на карте-то найдет данную республику. Но сейчас хотя бы возможность отзыва таких сенаторов-бездельников имеется. Теоретическое, конечно, но имеется. Или их могут не выбрать в следующий раз. Предлагаемая поправка лишит нас такой возможности. И будет этот бездельник пожизненно висеть на шее у народа. Такой сын полка. В миллионы бюджетных рублей. Вы за это хотите проголосовать? Но самое забавное – 15 миллиардов рублей, которые они ухнули на данное никому не нужное голосование только из федерального бюджета. А ведь еще регионы потратились. Например, в моей родной Свердловской области только на рекламу голосования по поправкам власти спустили 20 миллионов на рекламу. В то время, как люди, сидевшие на самоизоляции, взывали о помощи. Денег на продукты у некоторых не было. В проголодь сидели. Умоляли, ну хоть чем-то помогите. Да откуда, отвечали власти. Бюджеты треснут. Ага. А вот 20 миллионов рублей на рекламу нашлось. До сих пор, кстати, не все обещанные Путиным дотации людям выплатили. Тоже бананев нема, потому что у меня пример перед глазами родная сестра. Осталась без работы во время пандемии. Президент пообещал таким, как она, единовременную выплату в размере мрот – это 12 тысяч рублей. Два месяца человек ходит в бюро занятости. Там избушка на клюшке. Отправляет им документы через сайт Госуслуг. Через какое-то время звонит. Ваши документы не поступали. Два месяца, повторюсь, над ней издеваются таким образом. И мы хотим еще 16 лет подобного отношения к себе. Знаете, когда Владимир Владимирович пришел к власти, мне был 21 год. Сейчас мне 42, в 36-м будет под 60. Жизнь проходит. А что я вижу, слышу. Надо еще немного потерпеть. И беспросветная нищета вокруг. Мне времени своего жалко. Я не хочу гробить свое будущее. Поэтому в данном цирке участвовать не собираюсь. Не хочу быть массовкой. Во имя благополучия небольшой группы людей, которые хотят просидеть у кормушки еще полтора десятка лет. И плевать, они на меня хотели. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте под ними. Мы обсудим. А я засим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok